Всем доброго утра, мои дорогие зрители. Боже, как хорошо дома. Какой бы не был дом, он мой. Это моя крыша, это мое спокойствие, моя тишина. Вы знаете, я несколько дней не могу и нет желания выйти мне из дома. Я так соскучилась по одному месту. Вчера с трудом подружка меня просто силой вывела из дома встретиться. До этого тоже встретились подружки на два часа и опять в дом, и опять в дом. Как же хорошо. А там самолетик летит. Друзья мои, я очень люблю Мерсин. Наверное, вот это то, что сейчас мне нужно. Это спокойствие. Да, я люблю жизнь кипящую. Драйв такой, адреналин. Но приходит время, когда ты хочешь просто побыть самой собой, уединиться. И я единица. У меня в предназначении на главном месте стоит единица. Требуется уединение, набраться сил и энергии. Вот смотрите. Боже, какие красивые деревья. Это парк. Наш парк, да. Такой красивый вид отсюда. Не у всех такой красивый вид из окна. Дома другие. Смотришь с соседями в ком, что делают. А я вообще здесь... Боже, благодарю тебя, Вселенная, за все. Благодарю. Хорошо жить в таком месте, когда такой парк огромный. С детьми это вообще чудеса. Так, немножко поговорила. Отступление сделала. Сейчас главной теме. Сегодня у нас восьмилетие нашего бракосочетания с мужем. Что я могу сказать, подвести итоги. Восемь лет мы в законном браке. Восемь с половиной. Наверное, как... Даже около девяти, как познакомились, да. Я могу сказать, что я не разочаровалась. Я сделала правильный выбор. Раз в восемь лет, девять лет мы вместе. Вот. Это очень хороший человек. И первые мои зрители, которые были со мной в начале моего открытия Ютуба на канале, они тоже не верили в то, что... Столько лет я, наверное, проживу здесь. Все договорили. Ну, естественно, я как только вылупленная невестка. Летала в облаках, но потом приземлилась. Конечно, много чего увидела. Но, поверьте, это настолько мелкие проблемы по сравнению с тем, что я пережила за свою жизнь. И... Все устаканилось. У нас семья. Я считаю, что у нас хорошая семья. Моему мужу тоже прошли продвижение. Начал общаться с дочерью. Это тоже большой плюс. Плохие родственники и люди от нас отлепились. И плохие знакомства вообще. Мы живем друг в друге. И я не хочу его уходить из дома, когда он один дома. И он тоже самое. Силой его выпроваживаю с другом. Погулять по набережной. У него друг Ялчин один остался. Вот такой преданный, с которым можно... Ой, блин, муха прицепилась ко мне и все. Смотрите. Вот. Что мы делаем? Мы живем в радости и в печали. Мы печалимся очень редко. Если я печалюсь, он меня очень сильно поддерживает. Он мне помогает с моими внуками. Да, мой муж не такой богатый. Да, у нас нет ремонта в доме. Нет машины. Но это настолько неважно. Вы не представляете. Все равно наше материальное состояние улучшилось. Вспоминаю то, что мы делали пять лет, шесть лет. Не могли себе позволить. Сейчас мы очень много чего позволяем. Ведь представьте, поехать даже за лето. Все лето у нас в движениях. То по Турции ездили, то в Стамбул летали на самолете, то с детками везде и на отдых ездили. И много чего интересного прошло за этот период. И он всегда был рядом. И благодарю мой бизнес, то, что я имею заработок. И благодарю Бога Вселенную за то, что мой муж рядом. Он тоже, конечно, и покупал, и все. Но, конечно, у него не было столько возможностей. У него, если бы была возможность, он бы все сделал. И билеты купил бы, и купил, и все. Но надо реально смотреть на жизнь и не летать в облаках. Я реалист. И вижу все, как есть. И я благодарна за то, что он три месяца терпел моих внуков. Это просто. Это не просто. Самой мне не просто было, как родной бабуле. А я бы, я бы вам сказала, я вам могу сказать, я бы это не выдержала. Других детей. Может, я такая эгоистка. Не знаю. Но я бы не вытерпела. Что он терпел? Вот. Может, вытерпела на какой-то промежуток и только. А два-три месяца поехать, таскать. Ну, молодец. И вот не зря мы восемь лет вместе. Съела меня муха. Да что же это такое? Вот, мои дорогие. Хотела вам вот рассказать. Не знаю, как мы будем сегодня отмечать этот день. У меня очень много работы. Я даже не хочу отвлекаться. И я уже настолько отгулялась. Так мне хорошо все было. У меня какие-то другие планы появились. Ну, пока о планах нельзя говорить с никому. Кроме себя. И мысленно. Да, какой-то летний промежуток закончился. Осенний начался. И свои, естественно, планы. И зима тут скоро. Новый год. Октябрь, ноябрь, декабрь. Вот. Как время летит. У нас такое лето на улице. Настоящее лето, друзья. Настоящее лето. Люди купаются. Мне уже так на все надоело это море, что я уже не хочу на него смотреть. И на завтрак. Да, не хочу на него смотреть. Какие планы у нас сегодня не будет. Я ничего ни от кого не жду. Как Вселенной нужно будет, так она и сделает. Правильно же я говорю. А я пошла готовить завтрак. Покажу, что сегодня мне пришло на ум. Видите, я рисую нейрографику. Обязательно благодарность. Столько у меня блокнотиков. Здесь у меня рабочий материал. Это подарки с конференции. Вот так вот у меня выглядит сейчас моя комната рабочая. Когда я сяду за вот это, я не знаю. Рассмотреть надо, что и как. Сегодня я приготовила тесто. И знаете, тесто из чего? Ну вот захотелось что-то сделать вкусное. Почему? Потому что в ТикТоке я увидела, как из майонеза. Вот этот майонез мы не кушаем сейчас, после детей осталось. И я решила по их рецепту приготовить такое тесто. Смотрите, и накрыла его пакетом. И сейчас буду что-то из него выпекать. Что сюда надо? Три столовые ложки майонеза. Я взяла сковородку черную такую, как нашу черную. Вот. Три столовые ложки и стакан кипятка. И все это прокипятила. Перелила в эту миску и добавила вот таких стаканов. Сейчас я буду кофе пить. Вот таких стаканов. Два с половиной стакана муки. И пачку разрыхлителя. Не знаю, может сода там нужна была. Но у меня не было арсоды. Пачку разрыхлителя. Затем я добавила сюда соль чуть-чуть. И все. И два с половиной стакана. Сначала два стакана муки. Затем я немножко тесто прилипало к рукам. И я добавила еще полстакана. И в конце я чуть-чуть растительным маслом помазюкала его, чтобы оно так очистилось. И вот оно у меня сейчас стоит. Хочу мужу сделать хачапури. Такому мужу можно все делать. А тут у меня приготовлено. Сейчас буду включать газ и выпекать закуску вкусную. Хочу делать его приятного, потому что он это достойный. Мой муж достойный самого лучшего. Мавиш наелся и заснул. Мой сладкий мавишок. Мой сладкий мавишок заснул. Все спят девочки мои, мальчики. Да. Мой муж достойный самого лучшего. Прекрасного. Он настоящий мужчина. Единственный мой. А с этой стороны какой красивый вид. Я живу в раю. Сегодня мне очень хочется рыбы. Если честно. Я не знаю, какие планы моего мужа. Мы заранее ничего не планируем на праздники. Но такие. На юбилей. Буду ждать сюрпризов. Но не будет сюрприз. И с благодарностью приму эти сюрпризы. На моем балконе я сделала немножко. Немножко порядок навела с мужем. Вот. Видите, очистила я это. Опять выросла. Оставила то. Эти пришли в себя после засухи. Оставила то, что необходимо мне. Все лишнее повыкидывала, друзья. Все горшки. Все старые горшки. Все повыкидывала. С этой стороны. Мы оставили вот такие пальмы. Я их вынесу сюда. Может, им здесь лучше будет. В общем, все по минимуму оставила. Птички мои. Хажатся спать. А я пошла готовить завтрак. Я усыпила птиц. Я сама схожу за ними. Чудеса начинаются. Такой был сейчас сюрприз от Ашкема. Смотрю, пошел. Пришел ни с чем. И я говорю. Молодец. Один букет цветов я не заслужила. Молодец, говорю. И вдруг. Звонок в дверь. Он говорит. Кто-то едет. Женщина говорит. Иди, говорит. Открой дверь. И я, говорит. Раздетый. Но он был в шортах. Он никогда в жизни не позволит себе выйти голым перед кем-то. Я говорю. Ну, слушай, мне некогда. Я сижу здесь на вебинаре. Он говорит. Иди, иди, женщина. Я говорю. Неудобная женщина. Ответила. Какая женщина ночью. И мы так свет потушили. Я стою. И тут вдруг. Я на него смотрю. И он не хотела выходить. И тут вдруг цветы. И я так начала смеяться от счастья. И вот такой мой муж мне сделал сюрприз. И сейчас мы идем с ним на вечеринку. Он, оказывается, пошел, узнал. И мы сейчас идем. Куда идем мы с мяточком? Мы идем на вечеринку. Отмечать наши события. Смотрите, какое шкан красивое. Девять часов вечера. Никого нет, кроме нас. Вы видите мою тарелку. Пришли мы в такой ресторан. Смотрите. Ракуи. Так красиво положили. Поставили. Отмечаем свое восьмилетие. Частливого брака. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Как у нас красиво и романтично. Друзья мои, если у вас есть отношения, любите и цените друг друга. Это очень много значит. Ой, Кашкин меня сегодня удивил. Об этом я расскажу в моих видео на ютубе. Нет, он мне не подарил килограмм золота. И ни грамм не подарил. Но он подарил мне уверенность. И т.д. и т.п. Потом расскажу все. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.